Вести Карачаева, Черкесия 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 Вести Карачаев, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия будут оказывать органы исполнительной власти, каждый в своей компетенции, и приняты меры поддержки и семей, и детей, и очень много дополнительных мер, но в части, касающиеся министерства, конечно, мы сейчас в первоочередном порядке принимаем на социальное обслуживание граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, и очень важно отметить, что в соответствии с поручением главы республики за каждой семьей мобилизованного закрепили социального работника. Социальный работник оказывает необходимые социальные услуги и находится на постоянной связи с семьей. Партия «Единая Россия» предлагает в ближайшие три года дополнительно направить 8 миллиардов рублей на развитие сельских территорий. Она внесла поправки к проекту федерального бюджета до 2025 года. Основные статьи расходов – сельское хозяйство, цифровизация, реализация программы соцконтракта, поддержка инвалидов, развитие молодежного предпринимательства и другое – порядка 20 сфер жизни. Дополнительные 8 миллиардов рублей партия предлагает направить на комплексное развитие сельских территорий. Минтруд страны представил на общественное обсуждение правило назначения единого пособия на детей для семей с низкими доходами. Проект постановления разработан в связи с поручениями президента о выстраивании целостной системы поддержки семей с детьми и принятием законопроекта о введении с 1 января следующего года ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Выплаты будут назначаться по таким же правилам, как сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 8 и от 8 до 17 лет. Выплаты будут получать семьи с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Выплаты смогут получать беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, и родители детей от рождения до их 17-летия. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Если выплата назначается на ребенка от 0 до 17 лет. 18 ноября 2022 года во многих регионах и городах нашей страны будет проходить Всероссийская акция «День правовой помощи детям», приуроченная к празднованию Всемирного дня ребенка, который отмечается 20 ноября. О том, какие мероприятия будут проводиться в этот день Управлением Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии, рассказал начальник отдела правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Мурат Тлисов. 18 ноября 2022 года с 9.00 до 18.00 в Управлении ФСП России по Карачаево-Черкесской Республике будет проведен День правовой помощи детям. Для участия в приеме будут приглашены представители Государственного юридического бюро. Лица, нуждающиеся в правовой помощи, смогут обратиться в службу судебных приставов в Республике без предварительной записи. Вместе с тем, Управление ФССП России по Карачаево-Черкесской Республике рекомендует заранее сообщить о своем планированном обращении, чтобы работники управления могли максимально предметно подготовить решение вопроса к моменту приема и принять соответствующие меры. По вопросам записи на приемы возможно обратиться по адресу город Черкесск, улица Свободы, 64ю-1, по телефону 8-878-2-21-56-18. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия. Этот же день в управлении будет работать горячая линия по вопросам «Оказание правовой помощи детям». Номер телефона 8-878-2-21-56-18. На курорте АХС прошла цифровая прокачка представителей турбизнеса. Круглый стол на тему цифровизации и ценообразования в туристической отрасли состоялся в рамках серии круглых столов и семинаров для предпринимателей в сфере турбизнеса. По словам директора автономной некоммерческой организации «Карачаево-Черкесия Туризм» Рената Хатуаева, туризм является одним из перспективных и быстрорастущих направлений экономической деятельности в нашей республике. Поэтому предоставление качественных услуг, не уступающих по своему уровню зарубежным курортам, является острой необходимостью для поддержания прогресса в этом направлении. Мероприятие было посвящено инновациям в вопросе привлечения клиентского потока. Курорт Архэз лидирует среди популярных направлений для зимнего отдыха на базах. Российский сервис бронирования отелей и квартир твил.ру выяснил, куда именно собираются отправиться гости зимой следующего года. Лидирует наш курорт, сюда собираются поехать около 20% отдыхающих. На втором месте базы Подминска – 9% и на третьем месте в Карельской Эйсолье – 6%. В Карачаево-Черкесии скоро появятся пункты придорожного сервиса. Уже до конца года мы их увидим вдоль автомобильных дорог федерального значения на пути следования курортным зонам. В Кавказском, Кумыше, Дамбайе, Гумбаши, Эркин-Юрте, Красном Кургане, Усть-Джигуте, Кардоникской и в районе села Важное. Все 11 объектов будут оформлены в едином архитектурном стиле. Строительство этих объектов стало возможным благодаря победе Карачаево-Черкесии в грантовом конкурсе федерального правительства. Комментирует информацию министр туризма и курортов Расул Тикеев. В регионе появится 11 новых придорожных сервисов, где туристы смогут получать необходимые услуги, остановиться, передохнуть, перекусить, воспользоваться инфраструктурой, которая там будет. Это и зона отдыха, это и зона кафетерия, зона торговая, где можно будет приобрести необходимую сувенирную продукцию и так далее. Мы ожидаем, что это будет качественное решение для путешествий. Не видят мир, но тонко его чувствуют. В Черкесске прошло торжественное собрание, посвященное Международному Дню Слепых. В мероприятии приняли участие министр труда и социального развития региона Руслан Шаков, депутат парламента Карачаево-Черкесии Сергей Лосков и многие другие. Руслан Шаков отметил, что ведомство и региональная организация «Общество слепых» находятся в тесном контакте. Поблагодарил незрячих жителей республики за чуткость, внимательность, активность и неравнодушие. Сегодня в Карачаево-Черкесии живет более трех тысяч инвалидов по зрению. Большинство из них являются членами Всероссийского общества слепых. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Черкесске ведется строительство надземного автомобильного переезда протяженностью 658 метров. Новый объект свежет микрорайон «Северный» с соединительной дорогой Невиномыск-Домбай-Лермонтов-Черкеск через железнодорожное полотно. Ввод переезда в эксплуатацию планируется до конца текущего года. Начиная с 2019 года в России запущена программа по обновлению, а точнее переформатированию библиотек. К 2025 году в стране будет переоборудовано 600 библиотек. Модульная библиотека появится и в Усть-Джугутинском районе. Об этом рассказала директор Центральной районной библиотеки Елена Кузьмина. Надо поломать все стереотипы и сделать из нее современный центр, где молодежь смогла бы провести свое время, собраться по интересам. Компьютерный класс планируем открыть, чтобы дети смогли прийти, найти ту или иную книгу, которая будет находиться не только в фонде нашей библиотеки, но и в библиотеках России, к которым мы планируем подключиться электронно. Также хотелось бы, конечно, чтобы это были и просмотры фильмов. То есть мы запланировали сделать как небольшой салон, чтобы школьники и взрослый контингент тоже смогли прийти и посмотреть фильм по интересам. Если это школьная программа, то обсудить сюжет, книги. Участники Курджиновского школьного лесничества, Бескесского лесничества присоединились к всероссийской акции «Посади свое дерево» и высадили 15 саженцев породы сумах. Необычные деревья в будущем украсят территорию школы. Сейчас в Карачаево-Черкесии при каждом из пяти лесничеств республики действуют школьные лесничества. Шесть регионов Северного Кавказа в этом году не допустили лесных пожаров на своих территориях. Идеальная картина мира – отсутствие пожаров. В этом году можно выделить 12 регионов, которые не допустили лесных пожаров. К этому результату нужно стремиться всем регионам, сказал глава Рослесхоза страны Иван Советников. В числе этих субъектов – Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная сеть Алания, Ставропольский край и Чечня. Около ста новых контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. В республиканской столице продолжается обустройство контейнерных площадок. С начала года евроконтейнеры установлены на 97 площадках во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. В прошлом году оборудовали 50 мест для сбора мусора. Место их установки выбиралось с учетом обращений горожан и готовности контейнерных площадок. За их подготовку на придомовых территориях отвечают управляющие компании. Недавно новые площадки установили на улице Роза-Люксембург-7, Демиденко-109, Гагарина-26 и другим адресам. Электронные права В рамках проекта Народного фронта «Все для победы» продолжается региональный сбор, чтобы поддержать бойцов из Карачаева-Черкесии на передовой. Все будет доставлено и передано нашим защитникам, мобилизованным для выполнения задач специальной военной операции. Информацию комментирует член регионального штаба Народного фронта в Карачаевой-Черкесии Денис Струговцов. Всю информацию про сбор жители республики смогут найти в наших социальных сетях и, конечно же, от нас, если обратятся. Можем сказать, что жители нашей республики активно отвлекались и раньше на сборы для жителей и милиции Донбасса. А сейчас, когда речь идет про ребят из Карачаева-Черкесии, про наших земляков, мы думаем, откликнется еще больше людей. До конца 2023 года отремонтируют четырехполосный участок федеральной дороги А-155 Черкеск-Дамбай, граница с республикой Абхазия, на маршрутном отрезке от столицы региона до Усть-Дегуты. Об этом рассказала пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. Ввиду возросшей интенсивности движения свыше 25 тысяч автомобилей в сутки, на существующем покрытии образовались дефекты – трещины, колейность и сдвиги покрытия, а на отдельных участках наблюдается застой воды у подошвы насыпи. Итогом ремонта по заказу ФКУ «Пордор Кавказ» станет восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик и изношенных покрытий дорожной одежды на популярном туристическом направлении. Дорожники выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и усилят основание методом холодной регенерации. Данная технология позволит использовать повторно отфрезерованный материал, что является примером безотходного производства, а также при помощи специальных добавок сделать дорогу более устойчивой к нагрузкам. Затем устроят два слоя асфальтобетона – выравнивающий и верхний щебеночно-мастичный, который отличается стойкостью к износу и высокими показателями сцепления колес с дорогой. Государственный ансамбль танца Карачаевой Черкесии «Эльбрус» приглашает жителей республики на настоящий праздник кавказского танца. В программу вошли новые хореографические постановки и хиты Золотого фонда артистов. Все они будут сопровождаться живой музыкой. Концерты состоятся 21 ноября в 15 часов в Доме культуры села Дружба, а 23 ноября также в 15 часов в Доме культуры села Счастливого Прикубанского района. Школьники Карачаевой Черкесии принимают участие в четвертьфинале Всероссийской Олимпиады «Умники и умницы», который проходит в эти дни в Останкино в Москве. Это победители Республиканской Олимпиады «Умники и умницы» Карачаевой Черкесии, Мурат Бабоев из гимназии номер 9 Черкеска, Ляна Лепшукова, учащаяся от 13-й гимназии и Марк Дорохин, представляющий седьмую школу республиканской столицы. Радио России, Карачаева, Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду, в горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха плюс 12-17 градусов, в горах местами до плюс 9. В Черкесске без существенных осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 15 градусов. Это все новости к этому часу, с ними вознакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Пираты захватили Кисловодск. Захватывающее цирковое шоу с удивительными животными. Леопард, обезьяны, крокодил, питоны, медведи, лошади. И это еще не все. Спешите узнать тайну пирата в Кисловодском цирке с 29 октября. Вы слушали Радио России, Карачаева, Черкесия. Субтитры создавал DimaTorzok